Сад, огород 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 и бобы, которые очень морозные, такие стойкие, да. Такие все уже можно сеять. И, конечно, в местах, где это возможно. То есть, где больше солнца, где побольше тепла, конечно, если там дует очень такие холодные ветер, тогда еще там надо немножко подождать, потому что, ну, по-большому почва еще очень холодная, да. И, конечно, чтобы она, как бы, ну, можно делать теплее, да, можно накрыть черной пленкой, чтобы набралось тепло, да. Ну, конечно, сейчас время рассады, время-время выращиваем то, что мы тех культур, у которых длинные вегетационные периоды, чтобы они могли у нас дать урожай пораньше, да. То есть, выращиваем рассады помидоров, капусты, ну, почти всех тех культур, которые мы сажаем, да. То есть, это как бы апрель, сейчас который, наверное, на виду уже основной период, когда мы эту всю рассаду выращиваем, да. Но если говорить об удобрениях, потому что тоже такой немаловажный вопрос, какие все-таки нужно использовать именно сейчас? Что можно использовать? Ну, это в зависимости от того, что мы делаем. То есть, на улице, конечно, это удобрения, которые есть в гранулах, да, и комплексные удобрения, да, то есть, там, поскольку начало только саму СЗН, можно использовать, где азот немножко побольше, но в соответствии тоже потребность каждой культуры. То, что касается рассады, там надо использовать или нитрат кальция, да, или тоже из каких-то комплекций удобрений, где уже мы растворяем, да, то есть, там сыпать нельзя, потому что мы можем навредить, поскольку горшки довольно маленькие у культур, да, и все это, ну, дать дозу побольше очень просто, да. Напомним нашим телезрителям, что вы также можете принимать участие в нашей беседе. 6-7-200-232, звоните нам, задавайте свои вопросы. Мы продолжим наш разговор. Вот хотелось бы узнать, а как вообще понять, какая в вашем саду почва? Кислая, глинистая, песчаная? Как это вот определить? Ну, это, конечно, на ощупь, да. Надо смотреть, конечно, ну, по цвету более-менее можно определить, сколько там органического вещества содержит. Если она темнеет, тогда, конечно, этот процент органического вещества будет побольше. Ну, чтобы разобраться, это песок или суглинок, или суспенок, или глина, это уже надо, как бы сказать, брать пробу, да, чтобы в руки, да, и тогда уже надо смотреть, как остается пятна из глинистых веществ или нет. То есть сколько много глины есть в почве, да, то есть этот отпечаток остается, тогда уже мы знаем, что там немножко глина есть. Если совсем мы можем делать шарики, да, и цвет такой коричнево-красный, да, конечно, там уже очень такой тяжелый, ну, там надо, конечно, сильно работать над тем, чтобы, ну, улучшить эту почву. Получается, все можно узнать опытным путем. Надо взять в руки лопату и проверить самому, что там за почва. Ну, конечно, самый лучший способ, чтобы уже так более профессионально разобраться, конечно, можно брать земельной почвенный анализ и сдать в ситуационную лабораторию, чтобы узнать, сколько там фосфорокалий, сколько там органического или кислого, или нет. Потому что кислотность – это очень важный параметр. От этого очень зависит от того, как мы будем удобрять, подходит он данной культуре, которую мы можем, хотим выращивать, или не подходит. Или если не подходит, тогда опять вопрос, известь дать сразу или позже. Да, это уже зависит от того, какая чувствительность данной культуры, которую мы будем выращивать. Давайте примем первый звонок от наших телезрителей. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Я хотела бы узнать, чем крону обрыскивать? Еще раз, пожалуйста, повтори. Крону. А, крону деревьев. Чем опрыскивать крону деревьев? Ну, я так понимаю, что это, наверное, вопрос насчет болезней, да? Конечно, для непрофессионалов сейчас тяжелые времена пришли, потому что те, которые не прошли специальный курс, чтобы они могли использовать второго класса разного рода фунгициды второго класса, это тяжело, потому что, ну, то, что было в Бордо, да, то есть сейчас в регистре тоже нет, нет компании, которая это регистрировала, да, так что, ну, остается, ну, если можно достать сульфат меди, да, и известь, да, делать самим, да, то есть по старым рецептам, ну, я и разговаривать так в эфире не могу, потому что это, ну, то и каждому ответственно, что это делать или не делать, потому что официально он мне не продается. Возвращаясь к земляному вопросу, все-таки нужно ли вот на данном этапе менять почву в теплицах, или все-таки можно обойтись без этого? Ну, конечно, если, ну, сколько в сезон уже там растили растений, от того зависит, менять или не менять. Если, в основном, если, ну, два года, плюс-минус можно не менять, но потом уже верхний слой где-то 10 сантиметров, конечно, надо подулучить, да, там, или дать нейтрализированный торф, или там компост, конечно, потому что, если, ну, в таком, ну, в теплицах, конечно, более-менее там все процессы идут быстрее, да, и, конечно, потому и, ну, через каждый второй год это надо делать. Ну, еще что можно делать осенью, сеять сидераты, то есть, как зимой рожей, которые очень хорошо улучшают как здоровье почвы, так и улучшают, то есть, добавляют там питательных веществ, угнетают патогены разные. Так что, я бы сказал, сидераты должны сеять постоянно в огороде. То есть, если где-то пустое место есть, мы сеем сидераты, и через 70-80 дней мы уже можем даже некоторые сорта, можно пораньше, уже можно закапывать, имеем как удобрения, так и, они там подавляют сорняки и все остальное. У нас есть еще один звонок нашего телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Алло. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте вопрос. Здравствуйте. Да, да, добрый вечер, мы слушаем вас, задавайте, пожалуйста, вопрос. Я родился довольно старый человек уже и работал, и у меня стаж с 10 лет. С 10 лет я работаю на земле, работал и всю жизнь сейчас отработал на земле. Главное на земле, дай земельки и получишь от земельки. А что сейчас, хозяин ваш, или, как я вам сказать, он говорит, химикаты – это отрава. Да, спасибо большое. Вот такое категоричное мнение нашего телезрителя – химикаты – это отрава. Что вы можете сказать по этому поводу? Свою защиту. Да. Ну, насчет химикатов, я думаю, мы одного только момента касались, да. Остальное все было натуральные моменты выращивания. Я совершенно согласен, мы больше должны использовать натуральные удобрения. То есть, если мы смотрим на почву, как бы такое, в длительный период, тогда, конечно, нам надо больше тех самых сидератов использовать. Меньше копать надо, да. То есть, все механические способы, которые мы используем, конечно, почва деградирует. Да. Конечно, минеральные удобрения – это все по-простому. То есть, мы подсчитали, насыпали, да. Конечно, растет и все это гладко, но для почвы, конечно, это не выход. То есть, если мы хотим выращивать органические, да, то есть, чтобы больше было пользы для своего здоровья, да, конечно, мы должны больше, как бы, смотреть на те моменты, которыми мы можем использовать натуральные питательные вещества, тех самых сидератов, там, навозок, компост надо обязательно делать. Это то, что все умножает микроблическую активность почвы. Это, как бы, мы даем жизнь почве, да. И это же, если жизнь почвы есть, тогда уже, то есть, это все впитывает те культуры, которые мы хотим, ну, выращивать, да. Так что, это, ну, как бы мы, с одной стороны, мы возвращаемся тем естественным способом, как и раньше, но те, которые хотят быстрый и такой надежный, и такой результат, конечно, можно покупать минеральные удобрения, искать, так сказать, простые способы, да. Но это не целесообразно для длительного содержания почвы в хорошем здоровье. Хочется спросить о правилах посадки. Правильно ли на одной же, той же территории сажать овощи, или все-таки нужно менять их, дислокацию? То есть, один сезон сажать в одном месте одни овощи, другой сезон на этом месте сажать другие овощи. И какая последовательность? Что, зачем сажать? Да, да. Ну, конечно, люди наблюдают, что есть, конечно, смысл в этом. В малых садах и площадях это не столь эффект будет побольше, но все равно есть смысл группировать культуры. То есть, один такой хороший и простой способ, если мы в одном части сада сажаем, например, корнеплоды, в том числе картошку, с наследующим сажаем те культуры, которые дарают урожай, то есть, стебли, головки, капусты, все такое. И последним те, которые дают плоды, то есть, там помидоры, там тыква, там огурцы. И так вот через три года мы можем идти по кругу и менять. Так что, ну, есть смысл не сажать как бы хаотически, но вот такими, это самый такой элементарный принцип, есть намного сложнее, но это самый простой, как мы можем делать. И это нам даст то, что мы, ну, урожай будет получше, в некоторых случаях, может, даже меньше будет, там, разные там насекомые, и меньше болеть будет, да. Так что смысл в этом есть. И особенно, если в этом еще мы добавляем сидераты, которые мы можем между сезонами сеять, на восень, в осень и вырабатывать весной, тогда уже еще больше эффектов. У нас есть еще один звонок нашего телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. В супермаркетах продаются саженцы импортных роз. Стебли у этих роз залиты зеленым воском. Когда сажать уже розы прут, что делать с этими боковыми стебельками? Спасибо. Спасибо большое. Ну, конечно, я думаю, что это все надо, как бы сказать, ну, не вырабатывать почву, конечно, но вибрациями, потому что просто технически, чтобы не сушилось с эти саженцы, да, просто механически делается, чтобы меньше потеряли воду, да, то, где делается, да. И, конечно, это не надо вырабатывать, потом в почву это просто надо выбрасывать, как отходы, да. У нас есть еще один звонок от телезрителей. Давайте выслушаем. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Мне вопрос вообще другой. Первый канал вообще ни о чем говорит. Все. А, нет, это не к нам, это ошиблись адресом. Это не первый. Нет, это не первый. Это седьмой, это ЛТВ-7. 6-7-200-232. Если вам на ЛТВ-7, осаде, огороде, пожалуйста, звоните. Господин Арвел, следующий вопрос. Вот правила выращивания рассады в домашних именно условиях, не на открытом воздухе, а все-таки дома. Вот основные правила. Что нужно делать и каких правил придерживаться? Придерживаться надо, конечно, во-первых, выбрать самые светлые подоконники. Это южная сторона или южно-западная, южно-восточная, где побольше будет свет. Конечно, хорошо было бы, если лампа, чтобы немножко подсветить, если там особенно те рассады. Которые выращиваются долго. То есть там помидоры, там паприка, да, там еще, ну, огурцов, может, не так и столь важно. То есть те, которые выращиваются больше одного месяца, немножко еще солнца не хватает. Второе, поскольку если там под низ радиатор, это, конечно, очень сильно сушит. Чтобы уменьшить этот эффект, как быстро сушится, немножко надо расширить и подоконник, чтобы поток воздуха шел не к горшкам, а наверх и потом обратно. То есть уже не так сильно будут горшки сушиться. Очень осторожно надо, конечно, полить, да, чтобы не вродить. Если там температура будет высокой и свету будет не хватать, конечно, рассада будет прорастать. То есть станет длинной и такая тонкая и нехорошая, да. И, конечно, с удобрением тоже, ну, раз в неделю самый, ну, такой большой, и, конечно, те, кто, те, такая рассада, где там, ну, там, салат или такие, которые самые быстро растущие, вообще там не надо с удобрением там очень осторожно, да. И, конечно, надо немножко найти способ, что через неделю, когда, ну, семена прорастают, дать, как бы, такой пониженный немножко температурный период, чтобы они, как бы, ну, усваивались в обстоятельствах, то есть немножко, как бы, ну, набрались сил, да. И потом немножко можно опять температуру повесить, да. То есть насчет температуры, ну, надо соблюдать, чтобы она не била больше, там, 20-22 градусов, те, которые тепли в любящей культуре, да, те, которые такие, ну, как там рассада капусты, и так, те уже 18-19 градусов и хватает, чтобы не прорастись слишком быстро. У меня такой вопрос. Вот на нашем рынке появились новые семена, кустовые огурцы. Что это такое вообще? Это экзотика или бояться не надо? Все в порядке? Мне, ну, конечно, новинки. Любойся, Володя. Каждый сезон, конечно, пробовать надо. Я бы сказал, даже, ну, начинающим можно что-то новое попробовать, да. Но немножко, как бы сказать, ну, 10% от всего то, что мы сажаем из сей, да. И, конечно, есть сейчас, как мини, такая сахарная кукуруза, да, там, мини-гол, да, и все. Ну, есть каждый год. Сейчас вообще насчет семян можно сказать, что есть такой, ну, как бы подход к употреблению, чтобы конкретно, да, там, можно сказать, там, там, для кухни, да, там, тогда семена, которые, там, растение, которые растет здоровее, то есть меньше, там, защиты растений. Тогда есть те, которые в горшках можно видать. То есть уже идет какая-то подсказка того садовода, чтобы он уже знал, вот это именно в потуманном направлении, те, которые там по ранним, то есть подход становится более специфическим, да, то есть чтобы набрать побольше, ну, как аудитории, да, которые люди заинтересовались что-то покупать на лентах, да. Есть разные миксы, там, салатов, что там сейчас спидмикс, которые салаты, там, в течение месяца выращиваются, там, листочки, да, там разного рода, ну, микс салаты можно делать. Так что становится интереснее и интереснее, да. Не надо бояться экспериментировать, одним словом. Даже с огурцами добавить. Да, это точно. Ну что ж, дорогие телезрители, если у вас еще есть вопросы к нашему эксперту, вы можете задавать их на сайте, сейчас прямо на ваших экранах вы увидите адрес в интернете, где вы уже его видите, где можно оставлять свои вопросы. Наш сегодняшний эксперт Марис Нарвилс обязательно на них ответит. Старший эксперт по вопросам садоводства Латвийского центра консультации образования и сельского хозяйства Марис Нарвилс был сегодня у нас в гостях и помогал разобраться в теме сад и огород. Продолжение следует...